Утро на Елисея Город начинает потихоньку оживать, на улицах появляются люди и здесь же занимаются спортом. Вот так, гуляя по скверу, вы можете стать невольным свидетелем, а то и участником тренировки. В современных обстоятельствах, когда залы закрыты, спортсменам приходится выкручиваться. Николай Кириллов тренирует и сам занимается боевыми единоборствами. Чтобы не потерять сноровку, решил начать активно заниматься. Мышцы забывают все равно действия. Мышечная память, она нужна. Поэтому решили, надо начинать тренироваться. Сколько сидеть? Вот я сегодня свободен, ребята, давайте соберемся. Ого, давайте там. Один, два, три, четыре человека, пять там собрались по-быстрому. Ну, не все подряд, а первые номера, кто выступает, кто-то куда-то готовится. В неделю так могут собраться несколько раз. В контактных видах спорта такие тренировки просто необходимы. Вадим Рассказчиков не прекращал заниматься даже во время карантина. Дома отжимался, работал с грушей, но для спортсмена этого мало. Без работы на лапах соревновательная деятельность невозможна. Потому что работа на лапах – это имитация реального боя. А без этого соревновательной деятельности никуда. Конечно, улица – это еще не зал. Ребята очень ждут, когда он откроется. Поэтому даже сквер для тренировок выбрали недалеко. В занятиях на свежем воздухе есть свои плюсы. Прохожие обращают внимание и нередко спрашивают, как начать заниматься. Так что Николай Кириллов ждет поток новых спортсменов. Чтобы в реальном бою не теряться, это тайминг. Давай двойки, левый, правый. Ой, теряешься. Нужно ставить удар не только на груши, на движущиеся мишени тоже. В таком режиме ребята планируют заниматься дальше. Иж переживают, что скоро в сквере не поместятся, потому что и остальные спортсмены возвращаются к тренировкам. Вот и потренировались. Снепрючка, конечно, запыхался. И делает хорошим заниматься спортом. Но все-таки, друзья, думайте о своем здоровье и берегите его. А я буду отдыхать и готовиться к следующей тренировке. Пуф. Пуф.